Шалом, дароценные! Шаббат шалом в ваш дом, в ваши сердца и ваш разум! В этом видео, очень коротеньком, но верю для некоторых полезным, хочу поделиться одним своим принципом, которому я верю Господь научил, и мудрость Божья дала его освоить. С вами. Возможно, ну невозможно, верю в кого, чьи-то нервные клетки будут сохранены после этого. Смотрите, сегодня есть много на ютубе таких каналов, которые работают по принципу, то есть они вызывают людей на провокацию какую-то там, на гнев, на ярость, на агрессию. И когда люди выходят, идут у них на поводу, эти блогеры снимают контент и становятся популярными. То есть такие люди заходят с видеокамеры, ходят, допустим, по торговому центру, просто снимают. Это не запрещено законом делать. Но те продавцы, которые вообще на них не реагируют, им неинтересно. Они поснимали в магазине и пошли дальше. Но те, которые начинают запрещать, то есть идти на конфликт, агрессировать, блогеры там специально задерживаются и ведут с ними конфликт, выезд полиции, драки там, мордобой, крики. И все это создает им эти ролики, контент, и они становятся популярными. То есть, иными словами, если бы люди вообще никак не реагировали на этих блогеров, то и не было бы у них контента, и не было бы популярных каналов. И этот принцип, он работает и в духовном точно так же. Враг пытается вывести нас на эмоцию, на гнев, на ярость. То есть, вытянуть нас на свою территорию. И как только мы ведемся на его провокации, на провокации человека или духа, неважно, мы кормим его. То есть, мы даем ему победу. Он достигает того, чего он, собственно, и добивался. Поэтому, когда сегодня, особенно сейчас, это очень нервное время, люди на взводе, люди злые, люди агрессивные сейчас. Очень в большинстве своем, не все, но большинство. И вот эти вот, а где вы были, а что вы делали, а что ж вы молчали, а вы что не видите, не реагируйте на это вообще. Потому что, как бы вы не отреагировали, вы играете в их игру сразу же. То есть, когда вас люди, движимые каким-то духом, вызывают на эмоции, на разборки, на конфликт, на комментарии, чтобы доказывать, они уже достигли своей цели. Им не нужна правда, им не нужна какая-то истина. Это просто дух, который пытается вас обокрасть. И вспомните, как вы себя чувствуете после таких переписок, комментариев, бесед. Когда вам там рассказали все, что думают о вас, о вашей стране, о вашей семье, о вашей церкви и так далее. Вы чувствуете себя изнеможденными. Почему? Потому что вы отдали свою силу, свою жизненную энергию и свой мир. И враг съел его. Враг питался этим, вашими эмоциями. Поэтому я как-то написал, что сейчас победа для нас, христиан, зависит, да и не только христиан, зависит от способности отфильтровывать. То есть, разделять информацию, на которую нужно реагировать, от информации, на которую нужно игнорировать. Поэтому игнорируйте все эти провокационные вопросы, выпады, комментарии, сообщения, новости. Как только вы вступаете в конфликт с этим, вы играете по их правилам. И вы никогда не выйдете победителем оттуда. Поймите, что на месте человека, если вы общаетесь с человеком и пытаетесь ему донести, доказать какие-то факты, вы можете показать видеозаписи, свидетельства, очевидцев, съемки со спутников, документы с печатями. И тому человеку будет до лампочки все ваши аргументы, потому что у него не было изначально никакой цели что-либо выяснить и узнать. Поэтому не играйте в их игры. Игнорируйте, и эти духи будут отваливать от вас. Не на каждого духа нечистого нужно наступать, поймите. Если вы видите кучу дерьма, вы ее переступаете, а не наступаете на нее. Поэтому некоторых духов нужно просто игнорировать, они отстают очень быстро. Но как только они видят эмоцию с вашей стороны, что вы реагируете на их выпады, все, вы попались. Они будут сосать с вас силу, энергию и мир. И потом, как вы после таких общений общаетесь со своими детьми, женами, мужьями, близкими, братьями и сестрами. Вы агрессируете, вы срываетесь, потому что с вас высосали шалом. А человек, у которого забрали шалом, он находится в суете, раздражении и гневе. Не ведитесь на эти провокации. Игнорируйте эти выпады и вопросы. Ничего не отвечайте. Блокируйте смело таких людей, которые к вам заезжают с этим. А если вы видите где-то, то вообще не вмешивайтесь где-то. Там уже пошли разборки. И я сейчас скажу, что наша страна лучше всех и самая правильная. Это глупый поступок будет. Не вмешивайтесь вот в эти вот собачьи разборки, потому что выйдите оттуда покусанными и воняющими псиной. Будьте детьми света, будьте выше этого. Шаббат шалом. Шаббат шалом.